Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен основным, ключевым, главнейшим отчетам прошлой недели, фундаментальным, а также тому, что же нам стоит ожидать от макроэкономических предстоящих сессий, с точки зрения релизов из интересных событий, новостных поводов, на что, в принципе, нужно ориентироваться. Поэтому, с вашего позволения, давайте не будем терять времени, перейдем сразу к тому, что мы наблюдали в ходе прошлой пятидневки. Она оказалась довольно-таки интересной, под стать тому фундаменту, который закладывался в основу наших спекулятивных ожиданий. Прежде чем двинемся дальше, проверка связи и звука, как меня слышно, нет ли проблем с изображением, да и с качеством звучания. Если все отлично, можно поставить плюсики в общий чат и будем двигаться дальше. Уважаемый, большое спасибо, Михаил, за обратную связь. Напоминаю, что если возникнут и вам тоже, Марина, и вам, Анатолий, если возникнут трудности, нужно будет мне сразу же об этом сообщить, поскольку может оказаться так, что связь пропадет, а я и ни сном, ни духом, то есть держите меня в курсе. Ну и хочу также отметить, что технические трудности, все-таки у нас виртуальная среда, они бывают, к ним нужно относиться, я думаю, довольно-таки легко, без какой-либо острой критики. И если связь пропадет, ни в коем случае не покидайте комнату, потому что мы быстро восстанавливаем ее и, соответственно, продолжаем наш вебинар и оценку тех событий, которые, собственно, имели место быть по итогам прошлой пятидневки. Также хочу попросить извинения за то, что не смог присутствовать с вами для тех, кто смотрит ежедневные брифинги в четверг и пятницу, было связано это с семинаром в Уфе. В этой связи советую вам отслеживать дальнейшую географию перемещения, потому что мне безумно интересно знакомиться со всеми вами, с глазу на глаз обсуждать темы и, соответственно, вместе расширять наше трейдерское сообщество Аммаркетс. С очень многими уже познакомился, приятно сознавать то, что у нас такие грамотные трейдеры, которые следят за всем информационным фоном, анализируют технику, находят даже собственные системы и, соответственно, помогают нам держаться в топе по проценту успешных, собственно, трейдеров в рамках нашей компании. Те, кто знает, те, кто не знает, повторяют то, что это наша ниша, наше место, которое мы нашли и мы, соответственно, его отстаиваем. С вашим результативным трейдингом, разумеется, улучшается этот показатель, ну и карма улучшается и у нас в целом. Теперь давайте перейдем к прошлой неделе. Я думаю, вы прекрасно могли заметить то, что европейская валюта, собственно, как и прочие рисковые активы, весьма неплохо ее начали. Финансовые рынки положительно отреагировали на снижение политической неопределенности в Англии, иначе и назвать нельзя. Поскольку Андрей Лиц снял свою кандидатуру с поста главы консервативной партии, тут же, в этот же момент, внимание трейдеров было быстро переключено на другое, не менее важное сообщение, связанное сначала с назначением лидером консерваторов Терезы Мэй, а потом и, по сути, выдвижением ее кандидатуры на пост премьера министра Великобритании. То есть, я бы даже не сказал, что у кого-то обсуждали еще. Возможно, она является самой достойной преемницей, поскольку все знают ее боевую хватку, все знают ее политические заслуги. Ну и, в принципе, ей действительно поплечу такая миссия, как руководство страны. Но единственное, что, конечно же, сейчас мы говорим об экономических условиях, которые не имели аналогов уже в течение длительного периода времени в плане английской экономики. Мы же все-таки говорим о распаде Европейского Союза, который начался как раз с автономии Англии. И вот каким образом ей удастся адаптировать экономику к новой реальности, это покажет время. Самое важное, что нам, как спекулянтам, пусть мы и традиционно стараемся замахиваться на долгосрочную перспективу, но все-таки не глушаемся так же и как косочными целями, с которыми не всегда, конечно же, удается нам угадать. Но мы стараемся оценивать фундамент и все-таки не игнорировать те логичные сигналы, которые появляются. Так вот, то, что политическая неопределенность уже не была в такой острофазе, как, к примеру, и двумя недели мирами, это было совершенно очевидно. Поэтому спрос на рейского инструмента и стал причиной роста и евро, и фунта. В частности, европейская валюта смогла в начале недели, точнее даже конструктор торговой сессии вторника, закрепиться выше 1.11. Стоит отметить также, что во вторник вышли данные по индексу потребительских цен о Германии. Вы помните то, что традиционно любой показатель инфляции мы начинаем по еврозоне. Сначала с Германии, а потом смотрим на общий показатель по еврозоне. Обычно эти декадры не сильно разнятся, поскольку у нас именно Германия, будучи ведущим настоящим локомотивом всего валютного блока, является как раз и той самой лакмусовой бумажкой, которая показывает на настроение, на состояние промышленного сектора, сферу услуг, на общий темп экономического роста. И вот даже не обращая внимания на статистику прочих регионов и в целом еврозоне, мы можем сказать, насколько ситуация хорошо либо плохо складывается в рамках всей еврозоны. В частности, если вернуться к показателю по индексу потребительских цен в Германии, месячным выражением прибавил на целых 0,1% в годовом, на целых 0,3% полностью, совпав с прогнозом и оценкой плосшего периода. Из статистики среды можно было выделить данные по промышленному производству еврозоны. Учитывая резкий спад производства в Германии, мы также сделали вывод о том, что экономический импульс был потерян не только в рамках ведущей экономики, но и в рамках всей еврозоны. Так оно, в принципе, получилось. Экономический спад минус 1,2% против прошлого роста на 1,4%. В годовом статистика, ну, может быть, чуть получше, но очень сильно контрастирует с тем показателем, который мы наблюдали месяцем ранее. То есть, фактическая цифра 0,5% с 2,2% спад. Пара фунт-доллар старательно отыгрывала ранее утраченные пункты. И, в принципе, фунт до сих пор остается самым волатильным активом. Я думаю, что продлится это еще в течение длительного периода времени. Потому что фунт никак не может определиться с направлением движения. И это плохо, потому что многие трейдеры, которые пытаются урвать по максимуму в каткосрочном периоде, к сожалению, зачастую злоупотребляют с рисками, совершают ошибки. И эта волатильность в рамках одной торговой сессии 100 пунктов вверх, 100 пунктов вниз, она приводит, к сожалению, к плачевному результату. Я надеюсь, что для постоянных, собственно, слушателей, посетителей вебинара правильный понедельник, по крайней мере, мой главный посыл того, что нужно всегда контролировать риски, не допускать плечетом загрузка депозитов свыше 1 в 10, с таким раскладом торговать можно. И оценивать долгосрочные риски, даже залазить в просадку, но особо не переживать за то, что эта просадка может оказаться чреватой для всего депозита. Поэтому мы долгосрочно оцениваем фундамент. Мы, в частности, по европейскому валютному активу все правильно сделали. Мы по фунту говорили о том, что покупать его ни в коем случае не нужно, тогда, когда все его покупали, в надежде на то, что ничего плохого не случится. И вот тебе случилось. Случилось то, что даже не предвидели. Но и даже без этих политических рисков мы понимали то, что статистика планомерно ведет английскую экономику к очень слабым будущим показателям по ОВП, что в целом создает как раз и давление на национальный валютный актив. На торговой сессии вторника фонд прибавил около 200 пунктов, добравшись до отметки 1.3294. И это в рамках недели было еще не предел, потому что мы продолжали готовиться к заседанию Банка Англии, к потенциальному изменению процентной ставки, понимали то, что эта события станет номер один. Может быть, даже для всех финансовых рынков. И действительно, именно так оно и получилось. Помимо снижения политической неопределенности, в Англии что же стало причиной повышенного интереса именно к фунту? Почему трейдеры сменили, скажем, гнев на милость и решили покупать этот актив против американцев и против других рисковых, точнее, против других валютных оппонентов? В частности, поддержку британцу оказалось еще выступление председателя Банка Англии Карни, который отметил, что британский регулятор обладает достаточным массивом капитала, достаточными средствами ликвидности, чтобы поддерживать национальную финансовую систему и не допускать чрезмерного давления на показатели фондирования. Справедливости ради отмечу, что если сослаться на стресс-тесты, которые мы анализировали, ну, в частности, я. Особо я не распространялся по факту брифингов, поскольку они не имели какого-то серьезного воздействия на динамику курса и тех или иных активов. Но для общего развития было интересно посмотреть, каким образом английские банки, готовы ли они вообще к каким-то форс-мажорам, которые могут появиться на рынке. Ну, действительно, банки стресс-тестирования прошли очень неплохо, и мы понимаем то, что, может быть, отталкивается от того, что коммерческие банки пока что твердо стоят на своих ногах, оптимистичные комментарии со стороны Карни о том, что с ликвидностью все в порядке, и в случае чего Банк Англии готов рассматривать возможности альтернативных инструментов, чтобы в случае чего снижать давление на финансовую систему. Это усилило оптимизм и еще больше поддержало те позитивные тренды, которые мы наблюдали, как в рамках британского фондового секса, так и в отношении британского валютного актива. Однако, стоит отметить также, что снижение процентной ставки, собственно, так же, как и новые способы стимулирования, это, по-прежнему, наиболее вероятный сценарий дальнейших изменений денежно-кредитной политики. Особенно в свете принятого, собственно, так же на позапрошлой неделе еще решения по снижению нормативов обязательно резервирования для коммерческих банков. Вы помните, что это событие ставило номер один для рынка Англии, поскольку трейдеры решили, что это как раз та самая первая ласточка, которая сигнализирует о том, что Банк Англии поддерживает, точнее, отстаивает статус проактивного регулятора. И в отличие от других регуляторов, как, к примеру, Банк Японии, Европейский центральный банк, Банк Англии решает проблему до ее фактического появления. Он знает, чем чревато выпадение состава Европейского союза, знает, к чему этот сценарий при негативном развитии может привести через пару лет. И уже сейчас, скажем, действует напряжение, и не дожидаясь реализации рисков, о которых мы с вами постоянно говорим, решил, что нужно поддерживать коммерческие банки, высвобождать ликвидность, кредитовать рынок. И, возможно, я надеюсь. И, честно говоря, вот прям заявляю со всей ответственности, что 4 августа, когда состоится следующее заседание Банк Англии, мы увидим снижение процента ставки хотя бы на 0,25%. Соответственно, для фунта это серьезный фактор давления и разгрузки, которому, будем надеяться, фунт начнет готовиться уже сейчас, поскольку, на мой взгляд, текущие значения, они высоковаты для фунта против доллара. Хотя я допускаю то, что мы снова увидим поход в район 1,35, но, наверное, это будет потолок. Сейчас лучше искать возможности для долгосрочных продаж. В долларах японская иена всю неделю претендовала на пробой сопротивления 105, и в итоге эта цель была реализована. Более того, быки умудрили затащить пару к концу недели, выше даже отметки 106. Иена оставалась под давлением на фоне ожиданий поддержки со стороны национальных монетарных властей. Напомню, что основной импульс разговором о том, что без стимулов Японии не останется, был положен после того, как на выборах верхнюю палату парламента одержала победу партия текущих либералов во главе с Синзабе. И Синзабе, в принципе, мы знаем, как руководитель, не гнушающийся, собственно, агрессивным стимулированием, нетрадиционными способами монетарной поддержки. Да он еще, ко всему прочему, умудрился в понедельник вот так вот просто, в ходе своего интервью, хотим закинуть новость на рынок о том, что всем трейдерам, которые сейчас специализируются на торговле японской валюты, стоит готовиться к решению программы QI как минимум на 10 триллионов йен в год. Это неплохой, конечно же, шаг, важный, я думаю, что необходимый. Очень странно, что Банк Японии пока тянул резину и не задействовал его раньше. Но, может быть, на то были причины, может быть, Банк Японии все-таки побавился США, которые уже давно обвиняют этот регулятор в развязывании древолюционных войн, может быть, Синза А бы хотел дождаться все-таки очередной победы, понять то, что место лидера либералов и, собственно, кресла премьер-министра за ним теперь на будущие три года, и после этого уже действовать. Но, в любом случае, факт остается фактом. У нас есть прежний агрессор с точки зрения стимулов. У нас есть сейчас ожидание того, что Банк Японии пойдет на экономическое стимулирование, возможно, на решение программы количественного смягчения. И у нас есть все основания в связи с этим ставить и дальше на ослабление японской валюты и движение пары долгосрочно в USD-йена в район 110 йен против доллара. USD-кат, то есть канадская валюта против доллара, в среду консолидировалась на отметке 1.30. И, честно говоря, даже сейчас, если посмотреть на текущее значение, мы далеко не ушли. Мы понимаем то, что 1.30 – это перевалочный рубеж. Насколько эффективно будет закрепление выше, это зависит от силы доллара, в чем лично я ничуть не сомневаюсь. Ну и, соответственно, от слабости канадской валюты. А тут у нас также достаточно сигналов, даже исходя с прошлой недели. Согласно комментариям представителей Банка Канады, есть основания готовиться к снижению процентной ставки. И, плюс ко всему, мы искренне, ну лично я верю в то, что нефть. Вот сейчас предпринимают последнюю бычью попытку закрепиться выше 47-48 долларов за баррель, но она не увенчается успехом, потому что по-прежнему фундаментальная картина выгазывает на то, что этот актив должен стоить ниже. Как только трейдеры потащат его снова в район 45 долларов за баррель, значит на канадскую валюту снова будет оказано давление, мы наконец-таки сможем рвануть к нашей ближайшей цели по USD-каду на отметке 1.32. Рынок нефти также очень неплохо открыл прошлую неделю, добравшись, ну неплохо прежде всего для тех, кто делает ставку на ослабление. Я считаю, что таких большинство, потому что если вы присутствуете на вебинаре, значит вы так же, как и я, оцениваете фундамент. Для вас фундаментальные новости и макроэкономический фон – это не пустой звук, это правильная позиция, поскольку именно фундамент, он по сути и правит балом на долгосрочной основе. И исходя из фундамента, мы знаем то, что бренд – это актив, который весьма перекуплен. И, соответственно, он должен стоить гораздо ниже. И вот если вернуться к начале прошлой недели, действительно бренд протитовал на движение в районе 45 долларов за баррель. Я бы уже поверил, что наконец-таки вот тот самый импульс медвежий, который затащит этот актив даже ниже. Но пока что наши предположения, ну лично мои, не совсем убедительны с точки зрения реализации, потому что в игру периодически вмешиваются. Очень странно. Сначала со стороны поддержки ОПЕК, которая сигнализирует о росте предложения, и то, что предложения на рынке, в мировом рынке, будут только увеличиваться. И другие комментарии, опять же, со стороны ближневосточного картеля о том, что в перспективе ближайшего времени, ну к концу 2016 года, и уж тем более в 2017, стоит надеяться на рост спроса и снижение предложений. Хотя здесь я пытался найти, конечно же, аргументацию такого посыла со стороны ОПЕК. Так это было очень сложно. По сути, не нашел. Ну, в частности, ОПЕК ссылается на то, что предложения, если вы помните, будут снижаться из-за резкого спада производства в Канаде. Очень странное заявление, учитывая то, что даже канадские производители еще примерно недели три назад, если не больше, сообщили о том, что они полностью вернули к прежним объемам выработки все свободные производственные мощности. И все производственные мощности, которые были выведены из строя и приостановлены по факту пожаров в Альберте. То есть, это главный регион, который специализируется на добыче нефти. Мы знаем также, что уже прямым ходом идет полное возобновление производства со стороны Нигерии. Растут объемы производства в Ливии, в Саудовской Аравии и Иране. Ну, о каком тогда снижении предложений вообще может идти речь? А вот что касается мировой экономики и ожидаемого роста спроса, здесь тоже у меня лично много вопросов. Возможно, прогнозы такие оптимистичные со стороны ОПЕК базировались на том факте, что дело не дошло до выхода Англии из состава ЕС. И вот в этом главном форс-мажоре, который сейчас является действительностью, это распад ЕС. Но сейчас мы знаем то, что это случилось, и поскольку не можем четко пока предвидеть все последствия, ну, хватает, собственно, у нас смелости пока говорить, что промышленность с этим явно пострадает. Посмотрим, каким образом начнут сыпаться и реагировать на это развивающиеся рынки, может быть, даже и прочие развитые площадки. Я думаю, что хорошего мы ничего не увидим. Поэтому мировая экономика в лучшем случае сохранит текущие темпы прироста, учитывая весьма мрачные, на мой взгляд, и весьма реальные комментарии и прогнозы со стороны Всемирного банка, рейтинговых агентств, мировая экономика может просесть ниже 2% в 2017 году. Поэтому я возвращаю вас к идее о том, что реальность цифры и факты говорят о том, что спроса повышенного не будет, а приложение продолжит расти. И, соответственно, на бренд будет оказан прежний прессинг. Вернемся к локальной статистике, которая была опубликована. Это данные по запасам. Сначала по росту запасов США по версии API на 2,2 против прошлого снижения на 6,7. И в среду уже вышла официальная статистика, которая указала на то, что запасы снизились на 2,5 миллиона баррелей против прошлого снижения на 2,2. Реакция оказалась немножко неожиданной. Ну, хотя научный уже опытом позапрошлой недели мы сделали вывод о том, что трейдеры, скорее всего, сейчас не будут активно реагировать на статистику по запасам. И наши предложения были оправданы. Сейчас трейдеры руководствуются другим фоном. Этот фон в двух словах был уже, в принципе, мной описан. Этот фон, который создает условия для распродаж бренда. Конечно же, на этой неделе мы будем следить за запасами. Но я думаю, что фундамент, который прежде всего основан на факте роста количества буровых США, он сейчас будет определяющий. Негатив, к тому же, связанный с, опять же, политическим переворотом в Турции, возможно, какие-то последствия для рисковых инструментов, он тоже будет дискатирован в стоимости черного золота. Так медленно, но верно наступил четверг, который, собственно, был у нас представлен основным фундаментом по Британии, поскольку есть ставка и объем выкупа активов, и протоколы, и комментарии, все в один день. Поэтому четверг, когда у нас блистает статистика Англии, мы называем суперчетвергом. Это не мое такое ноу-хау, это общепризнанный термин, который используют аналитики, эксперты, последующие, опять же, ситуацию с английским, британским фундаментом. Теперь, что касается ключевых параметров денежно-кредитной политики. Ставка. Мы надеялись искренне на то, что ее могут снизить с 0,05% до 0,25%. В частности, в большинстве экономических календарев прогноз был именно таким. Но ставку оставили на прежнем уровне, но целых 0,5%. Объем выкупа активов 375 миллиардов фунтов, то есть все без изменений. И первая реакция фунта – это резкое движение вверх до уровня 1,35, в мгновение ока. Но вот закрепиться пара там не смогла, и очень быстро стала корректироваться. И поспособствовали тому, собственно, комментарии монетарного руководства о том, что ставка может быть снижена по итогам следующего заседания, которое состоится уже 4 августа. Потому что того требует фундамент, того требует новая экономическая действительность, в которой сейчас существует английская экономика. Почему не снизили сейчас? Потому что предпочли посмотреть на показатели по инфляции. Есть опасения того, что резкое ослабление фунта может серьезно разогнать индекс потребительских цен. И если мы увидим, в частности у нас завтра отчет по индексу потребительских цен на Англии, то, что индикатор стремится к 2% по целевому годовому порогу, значит, действительно, вероятность того, что ставку снизить так быстро, будет уже не так высока. Но, с другой стороны, давайте вспомним прежние комментарии Карни, которые были сделаны еще недели две назад, о том, что сейчас Банк Англии не будет руководствоваться краткосрочными рисками, связанными с возможным ростом индексы потребительских цен, и будет исходить из долгосрочных соображений. Так вот, на мой взгляд, долгосрочные соображения указывают на то, что экономику нужно поддерживать, стимулировать сейчас, чтобы, опять же, отстоять проактивность английского регулятора и не допустить расползания тех рисков и негативных последствий, которые, по идее, должны нагрянуть по целому блоку макроэкономических отчетов Англии уже в перспективе ближайших месяцев. И сомневаться в этом точно не стоит. Поэтому Банк Англии решил сейчас подождать, посмотреть за инфляцией и, в случае чего, снизить ставку уже, собственно, 4 августа. Я думаю, что помимо снижения ставки, Банк Англии также не откажет себя в удовольствии и анонсирует даже инициирование и вот программы количественного смягчения. Поэтому британский регулятор у нас станет еще одним регулятором, который продолжит и станет вместе с многими другими, в прямом смысле, разбрасывать деньги с вертолета. Вы помните, что эту терминологию часто используют представители ФРС. Ну и, в частности, обычно этот термин и употреблялся, когда речь шла о программе количественного смягчения в рамках американской экономики, которая была свернута больше года назад. Поскольку есть основания дождаться снижения процентной ставки, у нас все просто козыри на руках, чтобы ни в коем случае не поддаваться на бычьему выпаду фунта против доллара и против других конкурентов и искать только возможности для продаж на таких бычьих восстановительных движениях или даже продавать с текущих уровней. В любом случае, цель у нас ясна. Мы ждем закрепления ниже 1.30 и движения пары фунт-долларов на 1.28. Я считаю то, что подкреплять наше представление о том, что британский регулятор не обойдется без этих стимулов, должны еще и слабые ожидания по темпам экономического восстановления и прогнозы, опять же, от рейтинговых агентств, которые уже пересмотрели прогноз рейтинга Англии и, я думаю, что будут еще пересматривать в перспективе на ближайших месяцев, разумеется, в понижательную сторону. Евро у нас в четверг добрался до локального хая 1.12, хотя здесь еще помоха и отчет по индексу потребительских цен еврозоны. Годовой показатель добрался до отметки 1.0.1% против прошлого 0.1%. Стоит отметить, что все попытки евро пробиться выше 1.12 в конечном счете были сведены к нулю и оказались безрезультатными из-за высокой доли того, что ЕЦБ, так же, как и Банка Англии, не откажут себя в удовольствие расширить пакет экономических стимулов. В частности, у нас ставка по депозитам и рефинансирование уже в этот четверг, и в этот четверг нас ожидает конференция руководителей ЕЦБ Марио Драги, который обязательно должен пролить свет на то, будут ли произведены изменения в монетарном курсе в ближайшее время. Я надеюсь, что мы услышим достаточно мягких комментариев, которые будут использованы как раз европейского вольта в качестве того самого сейчас соискомого триггера, который нужен рынку, который никак не позволяет, точнее отсутствие которого никак не позволяет паре евро-доллар пробить поддержку на отметке 1.10. Если говорить про фактические итоги, которые мы закрыли по валютным парам недели, то евро-доллар, собственно, так же, как и начал неделю, недалеко от отметки 1.10.50 фунт, его, безусловно, поколбасило на рынке с планки 1.35 к концу, собственно, торговой сессии пятницы свалился до уровня 1.32.17, а вот что касается доллара, то американец чувствовал себя очень хорошо, и буквально каждый день ему поддержку оказывал Национальный макроэкономический фонд. Действительно, что не отчет, то один сплошной позитив. Заявки на пособие по безработице 254 тысячи, собственно, так же, как и в прошлый раз, это явное подтверждение того, что американский рынок труда восстанавливается, это самый лучший затяжной цикл восстановления с 1973 года. Далее у нас были роничные продажи 0.6% в месячном выражении с 0.2%, индекс потребительских цен 1%, собственно, так же, как и прошлая оценка, но в любом случае еще один позитив. И пропустил в четверг у нас был еще отчет по индексу цен производителей, он сигнализирует о том, насколько может быть хорошим показателем CPI в целом, а спустя месяц. Так вот, исходя из индекса цен производителей, учитывая то, что он на максимальном уровне за последний год 0.5% или даже 0.6% прирост, я считаю то, что инфляция в следующем месяце в США может добраться даже до уровня 1.2% в годовом выражении. И если мы увидим хотя бы подобие подобной цифры, значит, доллар явно будет уже собственными силами, не опираясь ни на кого из оптимистов, закладывать в стоимости свою же то, что ставка до конца 2016 года хотя бы раз, да еще и будет повышена. Это, напоминаю, наш ключевой фундамент после Брэзита, который сигнализирует о том, что американская экономика, исходя из сохранения восстановительного тренда на пути к повышению процентной ставки до конца 2016 года, мы услышим об этом решении. Значит, для доллара это поддержка, для рисковых инструментов это дополнительное давление. Ну, ничуть не, скажем, противоречит прочей логике, тем более, что мы знаем, что евро будет находиться под давлением не только сильного доллара, но еще по причине, опять же, национального фундамента и ожидания более агрессивных экономических стимулов. То же самое для японской валюты, то же самое для канадца, для австралийца, для нового зеландца и, соответственно, для, конечно же, фунта, который остается у нас ключевым активом, даже исходя из показателей волатильности. Из отчета в пятницу можно было выделить целый блок макроэкономической статистики из Китая. Думаю, что именно она поддержала оппозиции нефти. И если говорить про нефть, собственно, как мы закрыли неделю, если бы не отчет от Беккер Хаджес, который просигнализировал о том, что за прошлую пяти дневку снова количество платформ поднялось, выросло, до 350,70, 351, нефть закрыла бы торговую сессию и, собственно, всю неделю гораздо выше тех уровней, на которых мы видели. Но давление все-таки присутствовало. Я надеюсь, что этот фон, вместе с ожиданием того, что статистика продолжится в таком же ключе, роста количества боровых и на этой неделе, должно стать причиной возвращения бренда в район 45 долларов за баррель. Это что касается основных отчетов прошлой недели. Теперь давайте плавно переключимся на те релизы, которые у нас впереди. Завтра индекс потребительских цен Англии и индекс настроения в деловой среде института ЗЮН. Германия, в частности, такая же статистика по еврозоне. От инфляции что мы ожидаем? Мы ожидаем, безусловно, спада этого индикатора. Если завтра инфляция просядет, значит, вероятность того, что Банк Англии снизит процентную ставку 4 августа, вырастет. Я бы даже сказал, знаете, со скольки? С 98% до 99%. Вроде бы как незначительно, но все-таки, я думаю, что в перспективе ближайших недель до 4 августа мы, скорее всего, будем получать, напротив, только те сигналы, которые станут причиной роста вероятности потенциальной решительности Банк Англии. Вероятность того, что они не снизят процентную ставку, ну, сейчас, ну, просто крайне низкая. Даже не хочу об этом говорить. Хотят посмотреть на инфляцию? Ради бога. Пусть смотрят. Завтра они, скорее всего, убедятся в том, что индекс потребительских цен далек от целевого значения. Поэтому, исходя из слабых и низких показателей по ИПЦ, то есть показателю CPI и потребительской активности, 4 августа у нас очень вероятная дата, когда мы сможем наблюдать серьезное ослабление британского валютного актива против доллара, может быть, даже с уходом в район 1,26, кто знает, может быть, даже еще ниже. Индекс настроения в деловой среде. Здесь ждем ли мы хорошие цифры? Конечно же, нет, потому что мы прекрасно знаем, каким последствиям приведет распад Европейского Союза, и с точки зрения состояния промышленности по индикаторам прошлой недели мы уже получили сигнал того, что импульс восстановления потерян. Поэтому от настроения я жду завтра только слабые отчеты, слабые цифры, которые могут стать причиной дополнительного давления на европейский валютный актив. А в среду у нас индекс цен производителей, заявки на пособие по безработице в Англии, средняя заработная плата и уровень доверия потребителей. Ну и еще отчет, который будет посвящен запасам нефти и нефтепродуктов в США. Индекс цен производителей. Ну, выделил, конечно же, я этот релиз, хотя в целом, наверное, мы уже получили по итогам прошлой недели подтверждение того, что инфляция как в Еврозоне, так и в Германии находится на около нулевых значениях. Это плохо. Значит, это еще один потенциальный сигнал давления на евро, поскольку вероятность расширения экономических стимулов растет. Англия. Заявки на пособие по безработице. Учитывая сегодняшний комментарий представителя банка Англии Уилла о том, что в перспективе на ближайших 3-4 месяцев англичанам стоит готовиться к ухудшению ситуации на рынке труда, то есть, возможно, даже к потере рабочих мест, я думаю, что у нас уже завтрашний отчет, точнее, отчет среды, может стать первым звонком того, что ситуация усугубляется. И усугубление ситуации будет вылета в конечном счете в социальные какие-то проблемы и станет еще одним фактором дополнительного давления на фунт. Поэтому какой бы отчет мы сейчас с вами не анализировали, какой бы фундамент не использовали, не искали ответы на то, что можно делать с фунтом дальше, я считаю, что все указывает на то, что фунт на аутсайдер. И не нужно с этим спорить. В четверг у нас из отчетов решения ИЦБ по депозитной ставке и ставке рефинансирования и пресс-конференции выделила специально подчеркнутым жирным шведом, поскольку я думаю, что это не просто важнейшее событие этой недели, это важнейшее событие после решения Банка Англии и после британского референдума. Потому что еврозона находится под таким же ударом макроэкономически, как и Англия, и мы знаем то, что еврозона уже давно готовится к более агрессивному стимулированию и нетрадиционному подходу к поддержке экономики. Нам нужна более низкая процентная ставка, как тем трейдерам, которые ставят на ослабление евро и ждут более низкие значения по курсу против доллара и других конкурентов. Есть ли вероятность снижения ставки сейчас? Я думаю, что если Банк Англии не снизил, то ИЦБ, скорее всего, вряд ли будет торопиться. Но в связи с этим я хочу даже больше акцент сделать на пресс-конференцию, которая будет посвящена дальнейшим планам ИЦБ. И вот здесь уже Драги обязательно сначала выступит собственная речь, о которой он уже подготовил, потом он будет отвечать на вопросы. И уверен, что он неизбежно коснется той темы, который предполагает, что ИЦБ будет более агрессивным, как раз в этом экономическом стимулировании. И может даже снизить ставку по депозитам, либо снова разогнать программу количественного смягчения. Это мягкие комментарии, мягкая риторика и заявление, которое традиционно негативным образом отыгрывается в динамике пары евро-доллар. Поэтому какой бы расклад ни произошло в четверг, я считаю, что торговая сессия будет закрыта гораздо хуже открытий. И в целом, я надеюсь, что четверг позволит нам закрыть день по паре евро-доллар ниже отметки 1.10. Ну и в пятницу день индексов деловой активности в производственном секторе, еще отчет по ручным продажам и индексу потребительских цен в Канаде. И, конечно же, Бекер Хаджес, которые в последнее время нас очень неплохо радуют ростом количества платформ и создает давление на нефть, что, собственно, нам и нужно. Особый акцент в пятницу я все-таки еще предлагаю сделать на канадскую валюту, поскольку снижение индекса потребительских цен, я в этом также ничуть не сомневаюсь, у нас цены на нефть снова стали откатываться и уже неплохо откатились, учитывая то, что буквально несколько недель назад, ну, условно говоря, мы видели то, что индекс потребительских, мы видели то, что Brent котировался выше 53 долларов за баррель, и сейчас уже 48, то есть это больше 10% потерь. Это непременно найдет свое отражение в более слабых показателях по инфляции и, соответственно, развяжет руки Банку Канады в том, чтобы и они задумались о снижении ставки. Я считаю то, что Банк Канады снизит ставку уже в августе, то есть на август у нас очень много регуляторов, которые могут отметиться подобной решительностью. Готовимся к девуляционным войнам, готовимся к давлению на сырьевые и рисковые активы и готовимся к росту американца. Поэтому подытожим, собственно, вебинар целями до конца этой недели. Евро доллар 1.09, а вот USD 0.74.50, USD иена 106.6 фунта против доллара 1.31. Может показаться скромной целью. Но я думаю, что если мы вот сегодня, завтра на азиатской сессии пробьем отметку 1.32, то, соответственно, улейно пойдем ниже. Может быть, даже к поддержке 1.30. На этом все, уважаемые трейдеры. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно задавать прямо в общий чат, либо вот специальную рубрику здесь, которая есть у «Вопросы». Жду и постараюсь ответить. Вопросы. Так, ну, раз вопросов нет, может быть, кто-то пишет сейчас, либо хочет спросить уже, скажем, не в формате нашего вебинара, а индивидуально, вы знаете, что вы можете оставлять их на нашем официальном канале на YouTube, ну и, соответственно, использовать еще форма «Маркетс», специальный аналитический раздел. Там своя ветка, и, как я традиционно говорю, есть возможность обсудить, соответственно, не только, собственно, вопрос со мной. Я уверен в том, что к любой интересной теме подключатся и другие трейдеры, которые поддержат вас и помогут найти солидарное решение, потому что одна голова хорошо, когда несколько десятков – это еще лучше. Поэтому оставляйте вопросы там, но и не забывайте о том, что я всегда в прямом эфире в 9.30 по московскому времени через перископ. Что касается новозеландской валюты, я рекомендую вам посмотреть сегодняшний брифинг. Останавливался на этом активе, ссылался на очень низкие показатели по инфляции и, по сути, дал рекомендацию продавать с текущих уровней, потому что новозеландец уже неплохо идет вниз уже третью сессию подряд. Я думаю, что новозеландский резервный банк может даже опередить резервный банк Австралии по смягчению экономической политики и также уже на августском заседании снизить процентную ставку. По крайней мере, показатели по инфляции создают для этого все условия. А учитывая то, что сам резервный банк Новозеландии говорил, что если инфляция будет и дальше тяготеть действительно к нулевым значениям и очень сильно отойдет от целевого порога 2%, тогда им не останется ничего другого. Нуждаются ли резервные Новой Зеландии в поддержке? Я считаю, что да, потому что новозеландский регулятор и новозеландская экономика, она так же, как и австралийцы, так же, как и другие сливые активы, продолжает дисконтировать общую слабость макроэкономическую в глобальном, конечно же, смысле. Но и национальный рынок, он давно уже не видел достойных показателей по экономическому росту. Это следствие того, что больше года назад что-то пошло не так, значит, нужно исправлять ситуацию. Пока они не хотят агрессивно снижать процентную ставку, как это делал Резервный банк Австралии. Но я думаю, что это была ошибка Резервного банка Новой Зеландии. Наверное, на них стоит учиться, и, по крайней мере, лучше поздно, чем никогда, но ставку нужно снижать. Не совсем понял, о каком активе идет речь по поводу роста. А, что касается американского фондового рынка. Вы знаете, интересно, конечно же, ситуация сейчас выглядит на американской фонде. Вроде бы как мы понимаем, что каждый сильный макроэкономический отчет, как я уже отметил, не лишает нас возможности спекулировать на том, что ставки будут снижены, а если ставку снизить США, тогда это просто домоклый меч для национального фонда рынка. Ему придется неплохо корректироваться. С другой стороны, мы видим, как американская фондовая секция растет буквально на всех рисках, которые появляются в глобальном смысле. Вот, пожалуйста, соответственно, ситуацию в Ницце. Посмотрите переворот политический, пусть и неудачный, в Турции. Посмотрите, что происходит, в принципе, с Брэкзитом. Не понимаю, откуда находит импульс американский фондовый рынок, но могу предположить все-таки, конечно же, что это связано с тем, что сейчас трейдеры просто не находят других активов, кроме как американского фондового рынка. Очень много денег сейчас утекает в американские трежи, в облигации. Но это до поры до времени будет продолжаться, поскольку совершенно очевидно, рынок явно перегрет. Это уже давно пузырь, который уже давно также аппарат схлопнул. Если вы рассматриваете возможность все-таки занятия сделки и, соответственно, проведения операции на средней долгосрочной основе с покупками, конечно же, учитывая актуальную новостную картину, лучше повременить, от них лучше воздержаться. Лучше даже поискать уровни, с которых можно на потенциальной коррекции от текущих максимальных уровней войти в короткую сделку и устоять там до конца 2016 года, потому что американский фондовый рынок процентов на 5-10 точно должен скорректироваться. Я надеюсь, что это произойдет в ближайший месяц. Большое спасибо вам за вопросы, за то, что поддержали беседу. Еще раз повторяюсь, если хотите получать комментарии, если хотите все-таки прояснить еще какую-то тему, пожалуйста, форума Markets и канал на YouTube. Под брифингами, под видеоконтентом оставляйте. Я слежу за, соответственно, ими и обязательно отвечу. Хорошей вам торговой недели, хорошей торговой сессии. Соответственно, увидимся уже завтра. Ну, либо если у вас нет времени смотреть брифинги, тогда уже на следующей неделе, в понедельник, на традиционном вебинаре «Правильный понедельник». Попутного тренда. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова